Я решила вывести какую-то формулу, по которой можно будет понять, чьё мнение слушать, а чьё на х**ю вертеть, пардон. Хей, привет! Ты не один, с тобой опять Надин, то есть я. И я не поменяла заставку, как ты видишь, потому что она мне нравится. Чую менять, если она мне нравится, действительно. Предупреждаю, видео будет мат, поэтому убираем детей и потом, если хотим, им пересказываем культурно. А я начинаю. Неделю назад мой блог обосрал один чувак, сказав, что он вообще не понимает, как это может быть кому-то интересно, что он ни о чём, и желательно мне его даже не вести. Рассказывал он мне об этом час, за этот час я успела поплакать, подумать о том, что мне уже нужно удалять канал, что мне нужно завязывать с этим блогерством. Вот в предыдущее видео я записала, на всякий случай удостовериться самой себе, что всё-таки о чём-то мой канал, да? Он не видит смысла, он не понимает, о чём моё видео. Когда я ему сказала, что чувак, у меня неврастения, ты не заметил, что я об этом очень часто разговариваю в своих видео. На этом он у меня спросил, а что такое неврастения? И тут до меня дошло, что что-то чувак всё-таки не досмотрел. И когда я переспросила, что именно он видел, он сказал, ну первые видео я не смотрел, а остальные я так и не поняла, о чём. Я проматывал. Не могу сказать, что я слушала просто какого-то левого чувака, мне казалось, что он компетентен. Я заплатила ему за то, что он пересмотрит мои видео, он идёт изъяны и поймёт, что хорошо, что плохо. Но я никак не рассчитывала, что он их обосрёт, не посмотрев. Я девочка с мозгами. Я понимаю, что я слушаю совершенно не всех. Но вы представляете, насколько я, даже я, понимая, здраво глядя на свой канал, понимая, что да, много нюансов, да, я буду их исправлять, всё это понимая, я успела попрощаться с моим каналом, пока он мне это рассказывал. Потому что он успел на меня повлиять. Насколько мы поддаёмся влиянию, когда нам кто-то что-то негативное впаривает. Мы не слышим часто, когда хорошего мне говорили все, и только один чувак сказал мне что-то плохое, не сказав мне, что исправить. Как бы просто переделай формат. Вот просто возьми и переделай формат. Непонятно, куда, на шо, шо лучше, шо ставить, шо убрать. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Просто вот возьми и переделай формат. Хорошо, что я спросила, что именно он посмотрел. Включите любой канал на YouTube, любой, самый известный, самый миллионник. Посмотрите каждое видео по секунде, ничего не поймите и обосрите. У вас хватит аргументов обосрать. Я ничего не понял, нет никакой концепции, о чём это, об чём это. Сразу вспомнился мой мастер по режиссуре, который на каждую работу, которую ты ему приносишь, или нет, не работу, даже просто идею, которую ты ему приносишь, он говорил, а об чём это. Даже если у тебя суперглубокое кино, и ты знаешь, об чём оно, ты не можешь ему объяснить, потому что, когда на тебя смотрят вот так, что бы ты ни говорил, твои слова будут просто хернёй. Что, как не это, убивает любое творчество? Что, как не это, убивает, губит всех творческих людей? Сейчас что? Канал это моя жизнь, это моё лекарство, это, возможно, кому-то тоже лекарство. Я очень хочу, чтобы это тоже кому-то было полезно. И я уверена, что как минимум одному кому-то я помогла. Я безумно благодарна, что вы мне об этом пишете. Я не знаю, как можно было так посмотреть мой канал и так промотать, чтобы не заметить связь между всеми этими видео. После недели вот этих вот мыслей и самокопания, анализа своего блога, я решила вывести какую-то формулу, по которой можно будет понять, чьё мнение слушать, а чьё нахую вертеть, пардон. Держите формулу. Чьё-то мнение о тебе. Тебе высказали его лично? Ну, я имею в виду, не в комментариях написали, непонятно, заметишь, не заметишь, чтобы публику повеселить, да, попетушиться. А именно тебе это лично донесли? Нет? Похуй. Да? Ну, даже лично знаком с этим человеком. Нет? Похуй. Да? То есть, ты ценишь его мнение? Нет? Похуй. А если ценишь? Этот человек высказал его искренне и с заботой? Нет? Похую. Да? Это мнение поможет тебе стать лучше? Нет? Похуй. Да? Тогда обдумай его немного, подумай. Ты с ним согласен? Нет? Похуй. Да? Тогда возьми во внимание, если мнение этого человека тебе ценно, если это человек, который научил тебя тому, что он сейчас пытается тебе донести, если этот человек дал тебе дельный совет, если этот человек донес тебе свою мысль так, что ты понял, что ты не херня из-под коня, а что ты можешь стать лучше, вот тогда, только тогда можешь принять во внимание. И все равно не париться. Одно, два, три, пять, сто мнений не должно менять твое впечатление о себе. Никогда никого не слушай. Делай только так, как нравится тебе. Не важно, нравится это кому-то еще или нет. Я уверена, что если это нравится тебе, то это обязательно понравится и кому-то еще. И это будут твои люди, твои единомышленники. Но мы так хотим нравиться, что можем добить себя просто до состояния, из которого мы потом не вылезем. Этой своей восприимчивостью мы загоняем себя в могилу. Что у тебя с волосами? Да ты тупая! Ты шо, косая? Гора силикона! Только сиськи свои показывать и умеешь. Плоска доска и два соска. Я одна заметила, что у нее на пятке прыщ. Не, не, ну тут и броки-то не помогут. А брови не симметричные! Ты шо, косая? Ты шо, косая? Да ты тупая! Гора силикона! Жи рука! Вдохни, тварь! Особенно люди с психическими расстройствами. Если у вас их еще пока нет, забивайте хер на чужое мнение. Если они уже есть, забивайте два хера на чужое мнение. Все. Ах да, хотела у вас спросить. Это то, что поможет мне стать лучше благодаря вам. Поэтому я задаю вопрос конкретно. И поэтому ваше мнение мне важно. Какой формат вам больше заходит? Видео мельче, до 10 минут? Или все-таки дольше, 15 минут? Как я делаю эти влоги, насыщенные, пронизанные одной мыслью. То, как вот они есть. Хотите ли вы видеть меня чаще? Вот в таких разговорниках, может не так динамично. Или вас устраивают такие видео раз в 2-1,5 недели, но длинные, насыщенные. Скажите, пожалуйста, мне очень интересно ваше мнение. Все, я сказала все. Колокольчик вверх, подписка, лайк. Спасибо большое. Всем пока.